приветствую всех с вами низи рамос и мы начинаем прохождение разных его в елоч немножечко с ним запоздал на начал записи буквально на один день так настройки я вот всякую чувствительность камеры буду настраивать уже в процессе потому что тут меня у них что торопить не будет надо мной не висит таймер один час демоверсии я настроил там графику и прочее и мне игра предлагала для начала посмотреть воспоминание вспоминая resident evil 7 то бишь краткий пересказ сюжета вот краткий пересказ истории и тона из предыдущей игры рекомендован тем кто не играл в resident evil 7 biohazard я играл в эту игру но это было много не помню но несколько лет назад поэтому давайте-ка посмотрим вспомним если кому не интересно спойлеры к седьмой части видеть внезапно в прямом продолжении седьмой части то пропустите этот момент там явно скорее всего я опять в главном меню там может быть на youtube и вот этот курсором увидеть где будет обратно главное меню так что начнем имя прошло три года после событий в доме бейкеров я искал свою жену она пропала потом пришло письмо она просила приехать и вот так я оказался в жуткой глуши в луизиане я узнал что мию держали в темном подвале у нее помутился разум она напала на меня словно бешеный зверь позже я узнал что она заражена какой-то необычной плесенью я перерыл весь дом чтобы найти лекарства вакцину что-нибудь и обитатели дома заразились они перестали быть людьми источником заразы было биооружие в облике девочки ее звали эвелина отбившись от семьи монстров я сумел вылечить мию сывороткой потом пришел крис редфилд со своим отрядом и они спасли нас этого хватит я больше не хочу вспоминать о том что случилось все кончено ну и вот таким образом у нас действительно краткий пересказ событий семей части ну главную суть нам передали начинаем новую игру я не уверен что я готов на хардкор идти все таки я в целом такой средненький игрок поэтому начинать с хардкора я не хочу потому что я и так плохо играю а ну уж начну на обычной сложности на низкой это совсем не интересно будет смотреть на обычной начнем я в дымоверсии на обычный огребал будь здоров так что будет зато над чем поржать над моими бесконечными смертями деревня теней деревня теней бежала через лозы и ветки в самую чащу леса пощупив на себе взор девочка вспомнила страшные мамины сказки и в горле у нее пересохла но явился не топырь он поздоровался и надкусил свое крыло ну же дитя утоли свою жажду сказал он она испела густой темной крови и радостно улыбнулась она вышла на кладбище над ним сгустились жуткие облака а воздух стал ледяным девочка замерзла и поежилась тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье ну же дитя согрейся позвал он она надела платье и радостно улыбнулась девочка нашла лодку и рассекая зловещие волны глубокого моря направилась домой но ее терзал голод а на душе стало тяжко тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников ну же дитя утоли голод девочка поела и вновь радостно улыбнулась она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой существо не сказала и слова когда девочка схватила вещь которую приняла за подарок скакун рассердился и призвал жутких монстров девочка пришла в ужас но тут над чудовищами пронесся вихрь пред ней явилась ведьма мрачная, но величавая ты даров взяла сполна дитя теперь ты нам должна и ведьма заперла девочку в зеркале что за жуткая сказка ей же шесть месяцев в книжном сказали это местная сказка я не знаю такой фольклёр ну и роза не против потому что не понимает и слава богу ты же помнишь мы уехали чтобы избавить её от этого да я это прекрасно помню это ты параноик да не а ладно прости но я не параноик я осторожен ну тогда осторожно неси дочь спать я скоро ужин всё хорошо роза твоя мама боится прошлого её можно понять ты что-то сказал ничего сейчас уложу где я что-то не знаю смеешь ему я сказала что-то не нет согласия